Я, пожалуй, представлюсь, да, во-первых, всем привет еще раз. Меня зовут Артем, я менеджер по работе с клиентами компании Otus. Добро пожаловать на День Твое Двери по курсу DevOps «Практики и инструменты». Поставьте, пожалуйста, ну, если у вас получится, конечно. Здравствуйте, Виктория Струганова. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня хорошо видно и слышно, что никаких проблем у нас нету, да, и со связью, и непосредственно со звуком. Замечательно, просто чудесно. Значит, смотрите, День Твое Двери будет проводиться по тому же маршруту, да, если вы не сталкивались никогда с такими мероприятиями, то я вам расскажу. То есть мы сейчас обозначим такой маршрут. Сначала расскажу вам о компании в целом, да, чем отличаемся от других платформ и так далее, о том, почему стоит идти учиться именно к нам, то есть познакомимся с преподавателем курса, да, Владимир, здравствуйте. Ребят, всем здрасте. Вот, который расскажет нам немного подробнее о процессе обучения, его составляющей, в общем-то, да, там, по программу курса и некоторые тонкости, вообще, прохождения данного направления. После этого сделаем обзор вакансий на рынке, да, посмотрим, кто сколько зарабатывает, сколько вакантных мест по Москве и РФ, ну, в примерном соотношении, конечно, и расскажем о трудоустройстве выпускников наших. Цель мы сегодня преследуем, собственно, такую довольно-таки значительную, максимально раскрыть для вас суть данного курса, то есть зачем, почему, как, то есть, да, для кого подойдет, чтобы вы уже видели перед собой картину, хотя я предполагаю, что вы и сами прекрасно понимаете, кто такие девопсы, и чем они занимаются, но так или иначе, все равно мы об этом будем рассказывать. Так, смотрите, знаю, что многие будут еще смотреть эту запись до, до, ну, точнее, в записи, да, и поэтому постараемся задать Владимиру основные вопросы по этому курсу, да, так что попытаемся осветить всю тему и все вопросы, так скажи, так сказать, за этот час. Так, скажите, пожалуйста, поставьте единичку, кто знаком уже с нашей компанией, и двойку, если бы мы не знакомы с нами, с нашей компанией. Угу. Так, Виктория знакома, замечательно. Так, Александр Ворыгин тоже знаком, Дмитрий Чикарегин тоже знаком. И вот у нас есть человек, который не знаком с нашей компанией, и, собственно, для вас конкретно мы и будем рассказывать сейчас, кто мы такие, зачем мы и чем мы занимаемся. То есть, смотрите, мы являемся образовательной платформой авторских онлайн-курсов в сфере IT, то есть профессиональных. Отус, компания, которая существует 4 года, да, если меня не изменяет память. Мы были изначально небольшим стартапом, мне кажется, как и абсолютно все, когда только начинали, а сейчас полноценная большая онлайн-школа. То есть, ну, 4 года, о многом говорят, я считаю. Изначально, да, мы создавали курс исключительно для профессионалов, то есть люди, которые повышают квалификацию исключительно, для действующих специалистов области IT, мы стали получать множество запросов на обучение с нуля. То есть, но мы не об этом, потому что курс DevOps, он конкретно уже для, ну, довольно-таки серьезных специалистов, которые просто повышают свою квалификацию. Сейчас буду рассказывать, почему именно мы, да, то есть преимущественно на рынке повышаем вашу квалификацию должным образом. То есть формат обучения в первую очередь, да, то есть это интерактив абсолютный, это вебинары в режиме онлайн, реальное время, то есть вы можете пощупать преподавателя, задавать ему вопросы, да, то есть там номинально полтора часа, вебинар длится два раза в неделю, мы об этом позже еще поговорим. И вы можете, как и в ходе вот этих полутора часов, да, рассказывать или задавать вопросы, там же в режиме дискуссии, да, если я правильно понимаю, просто они на всех курсах, да, Владимир? Вы же там дискутируете, да, я предполагаю. И то есть после полутора часов я предполагаю, что есть возможность тоже остаться, там ненадолго пообщаться с преподавателями, задать какие-то вопросы, рабочие моменты обсудить, то есть вас никто в этом не ограничивает ни в коем случае. То есть и выбор программ у нас на самом деле тоже довольно-таки большой, более 100 курсов в сфере IT, да, вы можете выбрать абсолютно любое направление, то есть независимо с того, чем вы занимаетесь, потому что можно развиваться как в горизонталь, так и в вертикаль, то есть с этим проблем нету никаких абсолютно. По масштабам компании это, то есть 2,7 тысячи слушателей у нас, да, то есть действующих уже студентов, и 14 тысяч прошли уже курсы по повышению квалификации или специализации, которые повышают, так сказать, вашу специализацию с самого нуля. Извините, что скомканная мысль, но я, собственно, думаю, что вы поняли. В штате у нас 400 преподавателей, около 400, действующие специалисты все, да, там сеньоры, крутые чуваки, которые преподают и в университетах крутых, то есть там в ШЕ и тому подобное, то есть которые дают вам самые новые, актуальные знания, потому что курсы время от времени перерабатываются, да, то есть и сфера IT, она из месяца в месяц тоже меняется. То есть проверка уровня при записи на курс тоже стоило бы отметить. «Здравствуйте, добрый вечер, Александр Казанин». Извините, я с неправильной фамилией назвал. То есть проверка уровня при записи на курс, для чего предназначена вообще, собственно, то есть чтобы вы примерно на одном уровне со своими коллегами по цеху, кто поступил на этот же курс, находились на одной платформе, так скажем, да, чтобы все вопросы, которые там возникли бы, да, вот к преподавателю, например, то есть чтобы они особо не отличались, чтобы людей, которых там догоняющих, так скажем, не было. Ну, я думаю, они всегда будут, но это не страшно. То есть и возможность, конечно же, бесплатно перевестись на следующий поток. То есть что это обозначает? Допустим, у вас появились какие-нибудь дела там неотложные, да, то есть там может быть отпуск, вы хотите отдохнуть, то не проблема. Вы можете воспользоваться академическим отпуском, пожалуйста, и уже перевестись на следующий поток, то есть и там уже спокойно обучаться. Вот это преимущество, наверное, самое главное, ну, на мой взгляд, потому что вас никто не заставляет отсиживать, да, если даже у вас не получается. Так, мы перейдем, пожалуй, к цифрам, да, вот статистика, грубо говоря, матчасть, то есть вот они, пожалуйста, чего мы достигли. Это, ну, почти 13 тысяч студентов, да, которые уже прошли обучение по программам, адаптированным по запросу ведущих работодателей. Все соискатели, вот что они требуют непосредственно от своего, так скажем, наемного работника, мы всего этого придерживаемся, да, и все преподаватели, продюсеры, они стараются шагать, ну, со временем, так скажем. 721 группа уже прошла обучение по программам. Это тоже довольно-таки большие результаты уже. Уже 456 преподавателей, я обо всем этом говорил, то есть, ну, на всякий случай, вот уже более, так сказать, актуальные цифры. 38% студентов, которые успешно прошли курсы, уже получили офферы от наших партнеров, да, то есть они тут доустроились. Но опять же-таки тут стоит заметить, что 38% студентов, от которых только мы знаем, то есть есть еще студенты, так скажем, которые там самостоятельно нашли работу, да, то есть там благодаря знаниям, которые получили у нас на платформе. Кто-то там, я не знаю, к другу пошел работать, то есть, ну, по кумовству, так скажем, да. То есть 38% – это точно мы знаем, что они получили только от наших партнеров офферы. Прошу прощения, я немного воды попью. Так, в случае с выпускниками, 35% они возвращаются к нам для повышения квалификации, то есть им понравился контент, который мы делаем, и они решили вернуться для того, чтобы, может быть, там, какое-то новое рабочее направление для себя открыть, либо же, там, я не знаю, дальше и дальше возрастать, допустим, как, ну, допустим, тестировщик, да, там, базовый курс прошел, пожалуйста, потом более продвинутый, и на квали, да, отучился и пошел работать. То есть вот в таком принципу это все и происходит. Пожалуй, на этом все, то есть с статистикой мы закончили, матчасть прошла. Мы переходим, конечно же, пройти к мусору. Добрый вечер, хоть для подготовки. Ну, это вопрос к Владимиру. Мы можем прямо сейчас на него ответить. Алексей, добрый вечер, вот у вас вопрос как раз-таки по поводу базового Linux. Ну, все. Если быть очень оптимистичным, то на курсе DevOps практики инструмента вы будете страдать. Да, буквально. То есть целевой студент, да, мы предполагаем, что это человек, который пришел из администрирования либо Linux, либо Windows. То есть у него, а у этого человека, у студента, да, у него хороший такой бэкграунд администратора. Тут вам нужно для себя понять, готовы ли вы, скажем, тратить x2 времени, да, на домашние задания от того, что мы как бы планируем и рекомендуем. Ну, я думаю, можно будет уже по ходу этого дня открытых дверей примерно, но сопоставить вообще свои возможности, да, которую тема будете затрагивать в этом курсе. Я думаю, для вас хоть минимально, то картина должна сложиться. Так. Мы переходим уже к Владимиру, да, он уже успел ответить на один ваш вопрос, Алексей. И, привет, еще раз расскажи о себе немного, то есть чем занимаешься вообще, есть какие-нибудь у тебя успешные проекты, вот вкратце, так скажем. Ну, коллеги, еще раз добрый вечер. Меня зовут Владимир Дроздецкий, я руководитель некоторых курсов на платформе Otus. Вот, как-то параллельно-то, как это, вечером я руководитель и преподаватель, днем я инженер Экспресс-42. Вот, соответственно, мы работаем с большими компаниями и делаем для них большие проекты. Ну, соответственно, из достижений, да, мы много делали для Райфайзенбанка, ВТБ и так далее, то есть МТС и прочее. Мы работаем исключительно с большими ребятами на рынке, успешно выполняем достаточно большие проекты. Ну, увы, тут как бы стандартная история. Конкретики я, к сожалению, дать вам, собственно, не могу по определенным причинам. Да, вполне доступно, вполне доступно, на самом деле, Владимир. Знаете, что мы сделаем в последующем? Мы будем, пожалуйста, наверное, переходить к самому курсу, да, то есть я думаю, это, наверное, самая основная часть. Владимир нам вкратце расскажет про программу курса, то есть я думаю, он ее изучил уже более чем подробно, да, то есть сколько курсов, ты уже, например, Владимир, примерно, вот именно по ДВОПСу? Ну, достаточное количество, чтобы меня ночью поднять и что-то просить. Особенно по модулям, да, вот этим. Вот, пожалуйста, Владимир, расскажи. Да, ребят, мы сейчас пойдем по плану. Артем открывает, я читаю тему и даю некий комментарий, зачем оно надо, вот, и что мы там делаем. Как вы уже заметили, курс у нас распилен на некоторое количество модулей, которые отвечают за определенные направления. Причем стоит отметить, что у нас есть шестой модуль, в котором совсем мало занятий, а именно два. Это курсовая работа, это самый длинный по таймингу модуль всего курса. Так, поехали разбираться. Первый модуль – Диопс необходимость меняться. В нем некоторое количество занятий, да, причем часть из них строго теоретическая. Например, первые две темы, что такое Диопс, история его развития, Диопс как система практики и методики. Основная задача этих двух полностью теоретических лекций – рассказать вам, что такое Диопс, зачем Диопс, кому он нужен и какую проблему решает. Казалось бы, вроде как термин уже давно с нами на рынке, но до сих пор есть нюансы, есть проблемы у людей с пониманием и с применением всех вот этих вот дел. Дальше, система контроля версии, как основа разработки и поставки ПО, знакомство с ГИД. Разговариваем про систему контроля версии, разговариваем про то, как может организована работа, и вообще зачем нам нужен, и почему нужен ГИД рядовому инженеру. Тем 4. Локальное окружение инженера, чат-опс, визуализация рабочих процессов, командная работа в ГИД, работа GitHub. В частности, поговорим про GitHub Actions. Именно на базе GitHub Actions, а именно его workflow у нас будет выполняться на проверке наших домашних заданий, точнее, ваших уже фактически, потому что Диопс – это в первую очередь про автоматизацию. Вы разберетесь, каким может быть workflow во время работы с ГИДом, в частности, командный workflow. Поговорим о том, что такое чат-опс, зачем он нам нужен, и поговорим про рабочее окружение инженера, и обсудим вообще, как его настраивать и оптимизировать. Тем 5. Знакомство с облачной инфраструктурой и облачными сервисами. Это достаточно интересная тема, мы в ней поговорим о том, почему облака в некоторых ситуациях хорошо, почему плохо, зачем людям некоторое гибридное облако, и вообще, как они строят инфраструктуру, и как все это развивалось. Тема 6. Основные сервисы Яндекс.Клауд. Из названия «Все домашние задания будут выполняться на платформе Яндекс.Клауд». Все студенты, успешно выполнившие первые 3 домашних задания, которые будут проверяться, мы будем их принимать, получат промокод от Яндекс.Клауд на полгода и на 20 тысяч рублей для успешного прохождения курса и выполнения домашних работ. Но, скажем так, мы не просто так рассчитали вот эту сумму, которая выдается по промокодам, ее вполне хватает как на курс, так и на курсовой проект, так и на эксперименты. С первым модулем закончили, Артем, погнали дальше. Модуль 2. Управление инфраструктурой и конфигурацией. Из названия. Будем говорить про инфру, как настраивать, как разворачивать и так далее. Поехали по тему. Тем 7. Модель управления инфраструктурой, подготовка образов с пакер. Поговорим о том, что такое мутабл инфраструкция, что такое пакер и как запекать наши образы. Знакомство с Тераформ. Поговорим о том, как при помощи Тераформа настраивать нашу инфраструктуру, как деплоить виртуалочки, сети и всякие те вещи, которые предоставляют нам облако как сервис, либо какие-то дополнительные вещи, которые там присутствуют. Коллеги, прошу прощения, я отвлекся на чатик. Сейчас я прокомментирую второй модуль и вернусь с ответом на вопрос Александра. Тема 9. Принцип организации инфраструктурного кода и работа над инфраструктурой в команде на примере Тераформ. Ну, собственно, Тераформ-то это же продекларативное описание, инфраструктурный код. Мы можем тоже хранить в системе контроля версий и работать с ним подобно типичному разработчику, версионировать, тестировать и так далее. Поговорим о том, как это делать. Управление конфигурацией, знакомство с Ansible. Десятая тема. Представляем гипотетическую инфраструктуру в Яндекс.Клауде, которую мы развернули при помощи Тераформа, но дальше-то нам нужно настроить некоторые условные виртуальные машины, и тут нам поможет Ansible. Мы будем разбирать его достаточно глубоко. Тема 1. Снова Ansible. Поговорим про templating, про хендлеры, поговорим про динамические инвентарии, зачем они нам нужны. Поговорим про Vault, который используется для хранилища чувствительных данных. Забегая вперед, будем говорить про Vault в качестве хранилища для переменных Ansible. И поговорим про теги, именно как управлять циклом работы Ansible. Ansible – роль управления настройками местными окружениями, best practice. Поговорим о том, как упаковывать наши плейбуки в какие-то целостные роли, и поговорим вообще в целом о подходах к разработке ролей. Тема 13. Локальная разработка Ansible, ролей с Vagrant, тестирование, конфигурация. Ну, никто же не хочет выкатывать нерабочий код, который к тому же может все поломать. Мы поговорим о том, как использовать молекулу, как фреймворк для тестирования Ansible ролей. Поговорим о том, как ее использовать в связке непосредственно с Vagrant для тестирования. Тема 14. Безопасность инфраструктуры – это полностью теоретическая лекция, которая посвящена поднять вопросу, на что стоит обратить внимание при работе и развертывании инфраструктуры. Потому что большинство дыр в безопасности связаны исключительно с невнимательностью, и мы будем говорить о том, на что в базовом случае, в базовых каких-то примерах стоит обратить внимание. Так, чатик. Александр, только Яндекс.Клауд с GCP не будем работать. Нет, в рамках курса мы уже достаточно давно отказались от Google Cloud Platform. Почему? Потому что у нас начали возникать проблемы, ну, точнее, у студентов с получением реального периода в GCP с Яндекс.Клауд. И промо-кодами у нас дела обстоят гораздо проще, потому что Express 42 запартнерился с Яндекс.Клаудом, Otus запартнерился с Яндекс.Клаудом, и все там у нас прекрасно и хорошо. Александр, в качестве факультатива вы можете, конечно же, без проблем попробовать разворачивать такую же плюс-минус инфраструктуру, которую мы будем предлагать вам развернуть в GCP. Поэтому, как бы, карты вам в руки, как говорится. Так, модуль номер три, Continuous Integration и Continuous Delivery с использованием Docker. Казалось бы, да, из названия в этом модуле мы будем говорить очень много про Docker. Я сразу расскажу про первые четыре лекции, да, это 15, 16, 17, 18 темы. Мы будем рассказывать в целом про Docker, откуда пошел, зачем нужен, какие проблемы решает, как создавать свои образы, как оптимизировать Docker файлы, что такое микросервисы, зачем они нам нужны, как они могут взаимодействовать, как в Docker устроена сеть, какие сетевые драйверы, какой лучше, какой хуже, какой стоит, когда применять и так далее. Мы поговорим о Docker Compose и как декларативно писать запуск нескольких сервисов. И поговорим про различные фреймворки, которые нужны для тестирования наших образов. То есть про Docker мы будем говорить достаточно долго и рассматривать его достаточно глубоко. 19 тема теоретическая технология непрерывной поставки ПО. Мы будем говорить в целом про Continuous Integration, Continuous Delivery, какую проблему они решают, зачем они нам нужны, какой инструментарий есть на рынке и, собственно, какой из них использовать и какой используют и большие ребята, и небольшие стартапчики. Тема 20. Устройство GitLab SIP. Строение процесса непрерывной интеграции. Мы разберемся, что такое непрерывная интеграция, как она настраивается на проектах и как писать некоторые базовые пиплайны для условно некоторых проектов. Коллеги, ну уж простите, у меня слишком много слова «некоторый такой-то» и так далее. Кстати, это тоже слово много раз повторилось. Тема 21. Безопасность контейнера. Интеграция проверок безопасности в пиплайна. Как говорится, шел 2К21, контейнеры везде, все их собирают. Мы поговорим о том, какие инструменты есть на рынке для тестирования именно самих контейнеров с точки зрения безопасности. Поговорим о том, как все эти шаги добавлять и настраивать ваши CICD пиплайна. Пиплайны. Артем? Ага. Четвертый модуль Fast Feedback Loop, он же мониторинг и логирование. Из названия, я думаю, всем понятно, что будем говорить исключительно про эти вещи. 22 тема. Введение в мониторинг моделей принципа работоспособность работы системы мониторинга. Теоретическая лекция. Поговорим о том, какие есть паттерны и антипаттерны построения системы мониторинга, с чего стоит начать при развитии таких систем, на что стоит обращать внимание. 23 тема. Мониторинг приложения, инфраструктура. Здесь мы уже будем более детально говорить о том, что есть на рынке, как это можно использовать. В частности, мы будем говорить про Prometheus и Grafana, как их настраивать и как мониторить те же самые контейнеры, с которыми мы будем работать в течение всего курса. 24 тема. Применение инструментов для обработки лог-данных. В частности, мы будем говорить про ELK и EFK Stack, какие компоненты есть, как они взаимодействуют и как их настраивать, в частности, для сбора логов тех же самых контейнеров. 25 тема. Применение системы логирования в инфраструктуре на основе Docker. То же самое логирование, только связанное с Docker. Как настраивать, как деплоить, как все это работает, как оптимизировать, и как получать доступ к данным и с данными с этими работать. Ну, я здесь говорю в данном случае про логи. Модуль 5. Контейнерная оркестрация. Целиком про Kubernetes. Весь. Первая тема. Первая лекция. Она же тема 26. Контейнерная оркестрация. В частности, поговорим, как появилась оркестрация, какую проблему решает. Обсудим вообще, зачем она нам надо. Да. Да. И поговорим о том, что сейчас у нас есть на рынке оркестраторов, что используют. Да. И обсудим Kubernetes. Следующие две темы. Это введение в Kubernetes. Первая и вторая часть. Мы их вот как раз на вашем потоке пильнули на две лекции, потому что слишком много информации влезает в... в одну лекцию. То есть у нас получалось среднее время примерно три часа. Это слишком много информации, скажем так, не очень простая. Казалось бы, да, Kubernetes 5 бинарей, погнали. Но нет, эту лекцию мы разделили на две. И будем говорить об устройстве Kubernetes, о базовых каких-то сущностях, которые там есть, как они работают и как взаимодействуют. 29-я тема. Основные модели безопасности и контроллеров Kubernetes. Поговорим о том, как у нас дела обстоят с безопасностью, как работают аккаунты, сервис-аккаунты, роли и так далее. Поговорим, зачем нам нужны контроллеры в Kubernetes. Тот же самый куб-контроллер-менеджер, какие вопросы он решает внутри Kubernetes. Тема 30. Ингресс-контроллеры и сервисов Kubernetes. Это уже скорее сетевая история. Мы поговорим о том, как происходит сетевое взаимодействие внутри кластера Kubernetes и как нам настроить Kubernetes таким образом, чтобы мы снаружи могли получить доступ к нашему приложению. 31-я тема. Интеграция Kubernetes в GitLab CI. Я думаю, здесь все понятно. Будем говорить о том, как из GitLab деплойить в Kubernetes, как все это настроить. 32-я тема. Kubernetes мониторинг и логирование. Это фактически тема затрагивает то, о чем мы говорили в предыдущем модуле про мониторинг и логирование, но с расчетом на использование всех компонентов для мониторинга и логирования как Kubernetes самого, так и приложений, которые работают внутри. Модуль шестой. Смотрите, здесь на самом деле две лекции, а не одна. 33-я тема. Выбор темы организации проектной работы. Исключительно лекция на поговорить, обсудить, что мы хотим видеть от вас в вашем курсаче, и обсудить, как вы будете выполнять. Вообще, на самом деле, курсач играет очень важную роль, потому что, во-первых, первое, это возможность неплохо так размять пальцы, или размять пальцы даже в команде, используя все те инструменты, с которыми вы познакомились в течение курса. Но и вы можете без проблем затащить какой-то свой инструмент. И вторая полезная вещь, которую несет курсач, это возможное портфолио для будущего работодателя. Почему? Потому что решается проблема курицы и яйца. Хочу стать условным девопсом, хочу идти на работу и зарабатывать много денег, но опыта у меня немного, но зато у меня есть классный курсач, который я могу показать на собесе. В принципе, все классно, все хорошо. Тема 3-4 – это просто отсечка в вашем студенческом календаре, которая говорит о том, что когда у вас будет промежуточная приемка проектов. Смотрите, коллеги, здесь стоит обратить внимание на то, что эта дата постоянно меняется, мы постоянно ее корректируем в зависимости от того, как у нас пройдет выбор темы. И вот это вот, в общем, предыдущая лекция. Обычно бывают такие случаи, что студенты просто собираются в кучу, приходят, говорят, слушайте, ну мы как бы вот занялись так капитально, нам не хватает времени, а можно ли нам еще там на недельку, на две подвинуть? Мы всегда без проблем идем на встречу студентам, чтобы они, собственно, не погибли во время выполнения курсача и иногда хотя бы спали, потому что курсач, я еще раз смею заметить, это очень серьезная штука и очень сложный трудозатратный проект, назовем это так. Тридцать пятая тема, да, она же последняя лекция нашего курса «Защита проектных работ». Ну тут, думаю, комментировать особо нечего, студенты рассказывают, показывают про свой курсач и защищают его. Ну, на самом деле, короче, обычно провожу я эту лекцию, вот, я не превращаю в злого ректора из какого-то сельского университета, который всех гоняет, я как бы это за справедливость и, собственно, за инженерный подход. Естественно, я как бы смотрю, задаю вопросы, ну и по результатам, соответственно, самого курсача рассказываю студентам, где они хороши, а где им нужно подтянуться. То есть история примерно такая. Замечательно. А можно мне вопрос тогда, я тоже задам? Все-таки это индивидуальный проект? Или все-таки это, так скажем, в команде они собираются и его выполняют? Смотрите, коллеги, курсач можно выполнять либо одному, либо в команде. На ваш выбор команды мы не собираем, мы не собираем людей в курсу на выполнение курсача. Вот, вы должны при желании сами объединиться, сами скооперироваться между собой. Крутая тема. Вот у нас вопрос поступил по поводу курса. Есть ли у нас что-нибудь для повышения квалификации SR-е уровня middle и выше? Вообще есть, вообще есть. Смотрите, я под конец этого замечательного дня открытых дверей оставлю свои контактные данные. То есть, если вам интересно, вы можете мне в этом на почту написать. То есть, я вас ориентирую, все расскажу, то есть, и конкретно по SR-е. Так, ну, значит, смотрите. По программе обучения, собственно, все. Спасибо, Владимир. Я, в свою очередь, буду рассказывать уже непосредственно. А, единственный вопрос только остался у меня по поводу домашнего задания. То есть, как оно вообще проверяется, на что нацелено. Ну, естественно, размять пальцы и закрепить полученные знания во время лекций. Все, свечка. Естественно, вы работаете с ГИТом. Естественно, все в виде кода. Естественно, все в репках. Естественно, на каждый комит теста и поехали. Ага, в общем-то. Так, смотрите, я отправил контактные данные, чтобы вы, в случае чего, если вам не интересно, да, может быть, чтобы вы не сидели просто так, да, и не дождались этой информации. То есть, я вам ее скинул заранее. Так, далее мы пойдем уже непосредственно к чему это по формату обучения. То есть, как это все происходит, да, то есть, по длительности поговорим. То есть, смотрите, у нас курс этот на 5 месяцев. То есть, за 5 месяцев вообще по практикному инструменту вот как от этого курса, возможно его изучить? Вот к вам, Владимир, вопрос. Да, вполне. Замечательно. Смотрите, 5 месяцев длится обучение, то есть, 4 часа академических в неделю. Это что по собой подразумевает? То есть, 2 вебинара в неделю. То есть, это вторник, вот как условно, да, и в четверг 8 часов по Москве. Если у вас другой регион, то это не страшно. У нас очень много, на самом деле, людей, которые, ну, у нас с ними очень сильно разнится время по часовому поясу. Они смотрят все в записи. Так как вы пропускаете вебинар, то есть, он у вас автоматически сохраняется непосредственно уже в самом личном кабинете. То есть, он не удаляется оттуда никогда. То есть, до конца жизни вы можете заходить в свой личный кабинет и просматривать замечательные вебинары. Вот. То есть, все в режиме онлайн, опять же таки, и, да, и начало занятия уже 30 ноября. По расписанию все. Еще очень важный момент, который мы, наверное, упустили, это общение в слаб. То есть, есть такая платформа, да, думаю, вы все знаете о ней. Ну, кто, может быть, сталкивался, кто нет. То есть, это, грубо говоря, мессенджер, ну, простыми словами. То есть, и вы там будете с коллегами по цеху, да, с преподавателями в одной, так сказать, воронке. То есть, общаться. То есть, также будет возможность предоставлять сообщения там с преподавателем в личных сообщениях, знакомства, допустим, с своими коллегами. Да, потому что курс длится 5 месяцев. То есть, два раза в неделю, так или иначе, вы будете знакомиться. Опять же таки, вот тот же самый проект взять. Если вы с кем-то, ну, хорошо скооперируетесь, вы сможете выбрать какую-нибудь такую интересную тему и выполнить ее сообща. Вполне вероятно, там кто-то позовет к себе, а там, может быть, ну, вы сами прекрасно понимаете, как все это происходит. Мы, пожалуй, сейчас расскажу, перейдем к вот такой замечательной презентации. Думаю, это тоже немаловажная часть. Сколько всего ДЗ на курсе? Ну, вообще, вообще, это раз в неделю домашнее задание вам подготавливается. Это, по-моему, не каждую неделю, да, Владимир? На самом деле, почти каждую, я там уже дальше ответил, 22 ДЗ и Курсач. А, да, я вот вижу, что точно, точно. Так, смотрите, Владимир сейчас расскажет вкратце про карьеру, которая вообще обусловлена данным курсом. Вот, пожалуйста. Знаете, коллеги, чтобы сейчас не записать долго на этих слайдах, но они просто, на мой взгляд, очень скучные, ставим пятерку в чатик, кто подписан, в какой-нибудь тележеньке на канальчике DevOpsJobs там и всякое такое. Интересно, а кто подписан? Не, ну так, я чисто гипотетически задаю вопрос. На самом деле, да, Владимир, может быть, мы как-нибудь... более развернуто постараемся ответить, вот вы с точки зрения, да, вот человек, который там работает уже довольно-таки долго. Потому что эти цифры, они среднестатистические, которые вынесены из HeadHunter. Коллеги, тут, собственно, вопрос-то в чем? Точнее, посыл моего вопроса был в следующем. Вакансий реально много. То есть, наверное, условного DevOps-инженера не ищет только ленивый. То есть, вакансий много, как в стартапы, так и в большие организации. Инженеров, как это, все хотят получить, причем все хотят собрать команды, вот. Инженеров набирают практически любого уровня, начиная от джуна-джуна, да, но это такие вакансии, их немного, вот. И заканчивая какими-то ультрапродвинутыми там тех, тем лидами и вот эти все дела. То есть, вакансий реально много. По поводу зарплат. Зарплаты большие. Да, я вот уже прокомментировал то, что как раз-таки вакансий джунов, их немного, их надо искать. Собственно, как это, 20-й год в плане всяких вирусов, коронавирусных ограничений, всяких коронавирусных ограничений, он очень сильно изменил рынок, да, если раньше все хотели себе инженера в офис, то теперь все себе хотят просто инженера хоть как-то, да, и в большинстве своем доминирует у нас как раз-таки удаленка. По средней медианной зарплате, я бы тут не сказал, что здесь 150, я думаю, где-то 200-250 вилка и пошло вверх, все зависит от конкретной вакансии. Например, я очень часто вижу, что неплохой такой middle, прям хороший такой. Ну, как там, возьмем усредненно. Нормальный middle может получать без проблем от 200 до 250 тысяч. Соответственно, хорошие специалисты могут получать от этих цифр и до, наверное, бесконечности. Ну, тут я как бы прокомментировал, наверное, дальше. Так, что, собственно, по требованиям, да, что, собственно, хотят. Ну, во-первых, работодатели, как правило, ожидают, что инженер, да, который претендует на должность условного девопса, да, это человек с админским бэкграундом, то есть Linux и консоль не боится, он понимает, что такое автоматизация и где она нужна, и знает, как ее сделать. Понимает, что такое CI-CD, зачем он нужен, и может использовать некоторые инструменты, да, такие, какие, как, например, GitLab, Jenkins и так далее, ну, может быть, что-то облачное. Умеет систему контроля версий, ну, казалось бы, Shell 2K21 использование, GitLab, это, как это, это фактически, ну, я не знаю, прям дефолтный навык, который, я считаю, что должен быть уже у каждого инженера. С тема управления конфигурацией, тут все зависит, как говорится, от работодателя, но Ansible, как правило, дефолтный, иногда встречается с AllStack, а сейчас уже реже какой-нибудь Chief Puppet. Terraform — это тоже про управление конфигурацией, сейчас он встречается практически везде, иногда встречается расширение, такие, как Teragrant или же вообще отдельная штука под названием Plume, да, который также используют. Плюс хотят, как правило, некоторые знания сетей, да, то есть хотя бы базовые, если вы знаете сети лучше, то, как говорится, вам же лучше. Опять же, маршрутизация, и вот это вот все, начиная от базовой статической маршрутизации и заканчивая какими-то интересными решениями с динамической маршрутизацией. Да-да-да, я тоже периодически встречаю истории с сетевыми какими-то моментами, но динамическую маршрутизацию как бы меня последний год не заносило. Ну, опять же, как-то дальше по софтовым скиллам смотрят, ну и как-то примерно все. То есть если подытожить, это как это, ищут хорошего системного администратора, который понимает и умеет вот эти вот все, да, назовем это так, стильно-модно-молодежные инструменты. А вот, пожалуйста, и Телеграм. Да, вот, допустим, Мидл Синьер, ну, зарабатывает 200-350. Спасибо. Спасибо большое, Владимир. Спасибо за внимание. Так, вопросы какие-нибудь есть? Вопросов нет? Все замечательно. Дальше мы переходим уже непосредственно к партнерам, да, то есть кто у нас на данном курсе является партнером, который готов будет вас принять к себе на работу, да, там, про собеседовать в случае, если вы хорошо окончите данный курс, да, запишите там замечательную проектную работу, вот, пожалуйста, это большой список, но я сразу предупреждаю, вы обратите внимание, да, их очень много, тут есть и большие, да, есть и маленькие, которые здесь не указаны. Смотрите, я вам расскажу со своего видения, да, то есть ханят наших студентов очень много, то есть забирают, ну, нещадно, потому что мы зарекомендовали себя с точки зрения, ну, профессиональных курсов, да, то, что мы реально повышаем квалификацию в первую очередь, и нашими студентами не пренебрегают, то есть если есть возможность, да, если есть там поток, который только заканчивают, их по возможности забирают, то есть эти партнеры будут готовы вас пригласить на собеседование, да, и, возможно, принять к себе. Ваше резюме будет гарантированно, направлено вот этим всем партнерам, то есть я думаю, если кто-то из вас уже регистрировал свой личный кабинет на нашей платформе, то там есть разрешение на обработку персональных данных. Это что под собой подразумевает? То есть любой из, там, не знаю, HR-ов, да, там, и компаний наших партнеров может спокойно зайти к вам личный кабинет, посмотреть, как вы там прошли тот или иной курс и в случае чего направить вам оффер. Но мы это тоже делаем вручную, то есть это тоже стоит заметить, потому что мы, вот, каждая компания отправляем все это вручную, вот, но и у них есть возможность тоже к вам, так сказать, наведаться и посмотреть, чем вы занимались. Вот, то есть по образовательной лицензии после оплаты всего курса и окончания обучения вы получите сертификат от УСА, где будет указано количество выполненных домашних заданий и тема проектной работы. То есть это тоже очень важно, выполнять хотя бы домашние задания тоже в срок, да, они довольно-таки тяжелые, я прекрасно понимаю, но как раз-таки сертификат, если вы там не доделаете домашние задания, да, выполните, там, допустим, 12 и 16, то так сертификат ей будет указан. Но в любом случае у вас будет, может быть, там, дополнительное время, да, во время проектной работы, насколько я знаю, до того, чтобы их доделать. То есть и дальше можно уже договориться непосредственно с нами, да, если вам нужно доработать какие-то домашние работы, чтобы вы их проверили. Это тоже все обговаривается, и мы решаем эту проблему. И, конечно, сертификат, он, ну, доступен на HeadHunter, да, тоже может быть размещен. В этом тоже никаких проблем нет. Смотрите далее. Это мы переходим уже непосредственно к оплате. Ну, вот, их очень много, посмотрите. Вот, по оплате. 80 тысяч рублей. Я вам сейчас расскажу вообще, какие способы оплаты у нас есть. Это тоже немаловажный момент. То есть есть рассрочки от наших банков, партнеров, да, на срок до 24 месяцев, насколько я помню. Вот. Они беспроцентны в основной своей составляющей. То есть вы проценты не выплачиваете, вам страховки никто не подключает и тому подобное. То есть вы выплачиваете свои честные, вот сколько вам менеджер сказал, грубо говоря, вы их выплачиваете. То есть есть разбивка платежа, да, то есть мы делим платеж на, допустим, два транша, да, по 40 тысяч рублей, условно говоря. То есть на один месяц, на второй месяц. По подписке, конечно, можно. Если вы не знаете, у нас есть подписка, она стоит там на 6 месяцев 120 тысяч рублей. То есть можно подключить три любых курса. Ну, не совсем любых, но DevOps, насколько я помню, по-моему, входит в подписку, если я не ошибаюсь. То есть такой вариант тоже есть. То есть вы выбираете три курса и проходите их за полгода. То есть и итогово 120 тысяч рублей. Вот. И оформление за счет работодателя тоже имеет место быть, потому что, ну, к нам, я так скажу, очень много обращаются людей из больших компаний, да, направляют своих сотрудников, то есть там РЖД, СБЕР, там, их очень много, то есть и они отправляют нам своих сотрудников на обучение того или иного. То есть или так, заключение там договора и выдача всех закрывающих документов в дальнейшем. То есть это все решается на юридическом уровне. Вот. И так, резюмирую все, что я говорил, да, до этого. То есть курс начинается 30 ноября. То есть занятия будут проходить два раза в неделю, все вебинары сохраняются в записи. И продолжительность 5 месяцев. Вот, пожалуйста, за 5 месяцев вы получаете все, что мы отговорили до этого. Всем слушателям программы доступно карьерное консультирование, есть возможность трудоустройства к партнерам компании. Все это мы с вами выяснили. Вы, пожалуйста, задавайте вопросы, если они у вас есть, пожалуйста. То есть для того, чтобы вы, так скажем, не остались с незаконченными, какими-то неразрешенными вопросами, чтобы мы сразу на них ответили и перешли, так скажем, уже далее. А это конкретнее, если быть, к хорошему вечеру, да, который мы будем проводить. И, кстати, да, для того, чтобы вы, если вы еще не приобрели этот курс, да, но планируете, я еще раз повторно отправлю вам свои контакты, то есть вы можете мне написать и получить довольно-таки хорошее предложение. То есть я вас не обижу ни в коем случае, да, то есть если есть необходимость прохождения, пишите мне любым удобным способом, либо WhatsApp, либо Telegram, либо почта. То есть и мы с вами уже на уровне общения решаем этот вопрос, я предоставляю вам хороший дисконт. Это также касается тех людей, кто смотрит дисконт, да, это немного читерства, но так или иначе, если кто-то до этого момента досмотрит, я считаю, что этот человек заслужил. Вот. Вопросов, если нет, то мы все равно сидим, мы никуда не торопимся, мы ждем. Может быть, кто-нибудь созреет, да, там задаст какие-нибудь вопросы. Мы еще раз пробежимся по лейнингу, напомним вам о том, что есть еще прошедшие открытые вебинары, с которыми вы тоже можете ознакомиться, прямо на лейнинге. То есть вы открываете, вот, пожалуйста, вам окошечко, до медиаплеера, вы открываете, смотрите. То есть это тоже, мне кажется, очень многое вам, ну, для картины вас создаст, да. Вот примерно так выглядит сертификат. Довольно-таки красивый. Не показалось, кто-то писал. Нет, кто-то не писал. Так, вот по процессу обучения, по программам мы рассказали. Ну, вот, собственно, все. Вот, кстати, посмотрите, сколько преподавателей. Это за малым 10 человек. То есть 10 человек, которые отвечают за свою зону. То есть что им интересно более всего, они вам и будут рассказывать. То есть я думаю, это будет довольно-таки заинтересованный процесс, так как они все распределились довольно-таки грамотно. Вот и все. Вот еще будет, пожалуйста, тестирование конфигурации с помощью Vagrant и NCBO. 23 ноября. Будет Дмитрий Ирохин вывести. Я смотрю, вопросов никаких нет. Вы что, Владимир, думаете? Вопросов нет. У меня чатик такой же, как у тебя. Да, не стесняются? Не знаю, может, это переваривают. Они затаились, я предполагаю. Все может быть. Сидят в кустах. Ну, ничего страшного. Если у вас вопросов нет, значит, мы выполнили свою роль довольно-таки успешно. Мы вам рассказали все, что должны были в полной мере. То есть никаких незакрытых вопросов у нас и у вас нет. Мы в таком случае, пожалуй, будем прощаться. Мы с радостью прощаемся с вами. Было приятно посетить, я думаю, вам и нам это мероприятие и провести его в частности. И вам всего доброго. До свидания. И приходите к нам еще. Коллеги, всем хорошего вечера.